Снова с 12. Однако говорил обвинитель двое бывших друзей Сократа, Критий и Алкивиад, очень много зло наделали отечеству. Заметьте, это все еще говорит обвинитель. Критий при олигархии превосходился коростолюбием, склонностью к насилию, к правожадности. Критий и Алкивиад. Здесь в оригинале всегда будет интересное дело. В греческом, как и в древнерусском, есть такая штука, как двойственное число. Где-то ксенофон будет использовать двойственное число, говоря о них двоих одновременно. Где-то ксенофон не будет его использовать, говоря только об одном из них. Впервые обвинитель говорит о Критии и Алкивиаде. Если вы откроете третью книгу, посвященную прекрасным или благородным делам, то есть политике, вы увидите, что в центре этой книги находится беседа с человеком, которого Сократ уговаривает идти в политику. Всех остальных в этой книге он отговаривает идти в политику. И только его уговаривает. Этот человек Хармид. Хармид – это участник тирании 30-ти. Хармид – это родственник Платона и Крития. Хармид – это помощник Крития. И он моложе явно, чем Критий. Хармид – это такая же развращенная молодежь, как Алкивиад и Критий. Но ксенофонд молчил в случае обвинителя о Хармиде. Но говорит о Хармиде, когда говорит о том, кого Сократ продвигал в политику. Кого Сократ уговаривал идти в политику. Казалось бы, мы можем ответить на этот вопрос, если мы лучше узнаем, кто такой Хармид. Классическая политическая философия так и работает. Знаете, с кем говорит Сократ, знаете, что Сократ говорит и почему. Для этого, казалось бы, нам нужно открыть диалог Хармид. Платоновский диалог. Но вот беда в диалоге Хармид – Сократ разговаривает с Критием. Почему-то диалог, названный Хармид – это не разговор с Хармидом. А диалог, названный Критий – это не разговор с Критием. Вернее, это разговор с Критием, но не с тем Критием, о котором вы думаете. Хорошо. Давайте дождемся третьей книги, чтобы разобраться с Хармидом. Итак, еще разочек. В Критием очень много зла делали Отечеству. Критий при олигархии превосходился корыстолюбием, склонностью к насилию, кровожадностью. Остановитесь. Критий страдал от невоздержанности и неумеренности. Но, заметьте квалификацию, при олигархии очевидно он не страдал ей при демократии. Потому что тот, кто страдал ей при демократии, это другой человек. Алкевиат при демократии среди всех отличался невоздержанностью, заносчивостью, склонностью к насилию. Заметьте, другой вариант. Алкевиат не страдал этими вещами при олигархии, но страдал ими при демократии. Мы должны задаться классическим вопросом, аристокльянским вопросом, о хорошем человеке и хорошем гражданине. Совпадают ли хороший человек и хороший гражданин? Если совпадают, то при каком режиме? Критий был абсолютно хорошим человеком, не страдающим корыстолюбию, склонностью к насилию и кровожадностью при демократии. Но при олигархии он стал абсолютно невыносим. Алкевиат был плохим человеком при демократии. Он страдал невоздержанностью, заносчивостью и склонностью к насилию. Заметьте, чем он не страдал? Корыстолюбием. И кровожадностью. Между склонностью к насилию и кровожадностью есть различия. Однако при олигархии, очевидно, Алкевиат не страдал ничем из этого. А мы не знаем, страдал ли нет, потому что не дожил до олигархии. Ну как это? Олигархия установилась еще при его жизни. По-моему, нет. Да, да, да. Ну вот что, Фукидид. Фукидид заканчивает установить. Помните, он говорит, и это был лучший режим при моей жизни. А он не вернулся еще в Афине? Да, но режим уже в статан был. Подождите, он был на Самосе вместе с афинским войском, которое отправило в Афины тех, кто сделал там олигархию, наконец-то. Просто вопрос в том, что он в этом моменте находился при режиме. Он был не его. Хорошее замечание. Когда он находился при олигархическом режиме? Кто может ответить? Он никогда в партии. Ну так вот и ответ. Но мы не знаем, каким он был в партии. Мы знаем, каким он был в партии. Во-первых, Ксенофон знает... Он не в одежде, он же спал еще вновь из партии. Подождите, подождите, подождите. Два замечания. Первое. Нам поможет Путарх. И я советую обратиться к Путарху, чтобы понять. Второе. Нам поможет Фукидид. Алкивиад уже в партии там и объясняет спартанцам, что к чему. И третье. Нам поможет сам Ксенофонд, который явно был в партии. В смысле, был в Лаконике и жил в Лаконике. И явно знал Алкивиадов. В этом смысле, Ксенофонд имеет право сказать, Алкивиад не был неумеренным при олигархии. Наконец, последнее решающее. Речь не идет об истории. Речь идет о философии. То есть, опять же, это не некролог. Это не газетный лист. Это то, как Ксенофонд изображает конкретных людей и ставит конкретную проблему. Проблема, повторюсь, такая. Совпадает ли хороший гражданин и хороший человек? Очевидно, один и тот же человек может быть плохим гражданином при одном режиме и хорошим гражданином при другом режиме. Если они причинили какое злоотечеству, я не стану оправдывать их. И расскажу только, какого рода была их связь с Сократом. Как известно, оба они по натуре своей были самыми честолюбивыми людьми в Афинах. Они хотели, чтобы все делалось через них и чтобы им достигнуть громкой славы. Кажется, это их первое отличие от Сократа. Два главных ученика Сократа. Два решающих ученика Сократа. Почему главных? Потому что Платон в этой книге не возникает. Его имя появляется лишь раз. Ксенофонт сам появляется лишь раз, но появляется для того, чтобы Сократ наорал на него ахты дрянь. Два главных ученика Сократа, из-за которых Сократа обвиняют в возвращении, я напоминаю вам еще раз о Хармиде, отличались от Сократа честолюбием, то есть стремлением к прекрасному, стремлению к занятию политической деятельностью. Они знали, что Сократ живет на самые скромные средства, вполне удовлетворяя свои потребности, что он воздерживается от всяких удовольствий и что со всеми собеседниками своими при искусствах делает, что хочет. Итак, умеренность, или вернее воздержанность и убеждение. Вот два качества Сократа, которые почему-то привлекают к нему молодежь. Не его, по крайней мере, амбициозную молодежь, в смысле молодежь, стремящаяся к политической деятельности. Не его философствование. Можно ли сказать, что люди такого рода... То есть эти люди хотят подражать Сократу, но не в философских вопросах. Они хотят подражать Сократу в способности убеждать каждого, с кем встречаются. И способности жить по минимуму. Можно ли сказать, что люди такого рода, как я их выше охарактеризовал, видя это в своем стремлении к общению с Сократом, руководствовали желанием вести жизнь, какую он вел, и иметь его воздержанность. Или же они надеялись, что благодаря общению с ним могут стать очень ловкими ораторами и дельцами. Я, по своей стороне, убежден, что если бы Бог дал им на выбор или всю жизнь жить как Сократ, или умереть... К сожалению, вы должны остановиться. Ловкими ораторами и дельцами это очень плохо. В оригинале умелыми в слове и деле. И угадайте, где это повторяется. Эта фраза впервые возникает у Фукидида, когда Фукидид говорит о Перикле. И затем она возникает у Платона в Протагоре, когда Протагор говорит о Перикле. Умелый словом и делом. Я, по своей стороне, убежден, что если бы Бог дал им на выбор или всю жизнь жить как Сократ, или умереть, то они бы предпочли умереть. Это видно было по их действиям. Как только они почувствовали свое превосходство над товарищами, они сейчас же отпрянули от Сократа и предались государственной деятельности. Ну, то есть вошли в политику, да. Ради которую они примкнули к Сократу. Заметьте, оба развращенных ученика... Сбользовали, получается? Да, 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 да. Обращались к Сократу с единственной целью. С целью научиться быть как он. Но не для того, чтобы жить как он, а для того, чтобы жить противоположной жизнью, политической. Каким-то образом философская жизнь и политическая не сходятся. Почему-то они противоположны друг другу. По поводу этого, пожалуй, можно сказать, что Сократу не следовало учить своих собеседников политики. Заметьте, это возложение поднимает не обвинитель. Это возложение поднимает сам ксенофонд. Не научив их сперва ластовать собою. Против этого я не возражаю. Но все учителя, как я вижу, не только показывают ученикам собственным примером, как они сами исполняют свои учения, но и, словом, стараются склонить их к принятию своих мнений. Первое, учить своих собеседников, учить своих учеников в оригинале. И второе, не совсем естественно, когда ксенофонд говорит учить политики, мы делаем вывод о чем? Что учение Сократа каким-то образом является политическим учением. А можно еще один вопрос? Да, нужно. Он до этого говорил, что Сократ ничему не учил, он как-то их пока был... На своем примере, да. А тут говорит, да, совершенно верно. По одной простой причине. Когда он говорит, что Сократ ничему не учил, он отвечает обвинителю. А когда он говорит, что у Сократа было политическое учение, кому он отвечает? Самому себе. Он гораздо более глубокий знаток Сократа, чем обвинитель. Поэтому ему гораздо более сложно ответить на собственные претензии, чем на претензии обвинителя. И поэтому ответ на претензии собственные гораздо более близкий и отличающийся от ответа на претензии обвинителя. То есть, между политическим учением и нечестолюблением можно поставить... Не совсем так. Сократ дает политическое учение, существует политическое учение Сократа, но Сократ не испытывает политических амбиций. Его учение привлекает молодежь, но не привлекает своим фактом своего существования, а привлекает тем фактом, что Сократ является способным к определенным вещам. Что это за политическое учение? Мы, быть может, узнаем только в самом конце четвертой книги. Сократ, я знаю, являл собой друзьям, образец высоконравственного человека. Ну, добродетельного, конечно. Добродетельного человека. И его превосходные беседы добродетелей о других обязанностях человека. Заметьте, каким-то образом политическое учение Сократа связано или раскрывается тем, что только что сказал Ксенофонд. Политика связана с добродетелью и рассуждениях о добродетелях и обязанностях человека. Так как, смотрите, а теперь сделайте этот прыжок вместе со мной. Так как Сократ был образцом добродетеля, очевидно, что те, кто пытались взять его за образец и пытались взять его за образец ради политического учения или ради политики, должны были брать за образец именно его политическую часть, добродетельную часть. Мы должны задаться вопросом, к которому мы еще ничего не говорили. О каких добродетелях идет речь? Что это за добродетели и как они связаны? Мы знаем пока только одну из них – это умеренность. Умеренность как противостоящую мании. Но вот в чем проблема. Умеренность Сократа не противостоит мании. Помните, у Сократа тоже есть мания. Боги все знают. Даже в своей добродетели Сократ тоже занимает какие-то категорические позиции. Вернемся обратно, чтобы было более интересно. Если Сократ был бы последователен до конца в своей умеренности, что бы он должен был сказать по поводу того, знают ли все боги? Он должен был бы сказать, что боги не знают всего, а боги знают только что-то, только нечто. Причем что? Самое важное. Тогда получалось бы, что либо, как мы уже успели прочесть, боги не боги, в смысле они несовершенны, либо, что более важно, политическое не является самым важным для богов, и значит боги ничего не знают о политическом. И тогда все порядки с нашей страны, как и замечал Александр Альдарович, являются абсолютно безосновательными. Помните, Сократ законопослушен, потому что он считает, что боги знают все. Если боги не знают все, Сократ незаконопослушен. И если Сократ умерен до конца, то есть по-настоящему добродетелен, он незаконопослушен. В этом смысле молодые люди, следующие за Сократом с добродетели умеренности, не могут быть законопослушны. Критий Иолки Вят и Хармит в скобочках тому доказательство. И они, я знаю, пока были в общении с Сократом, умели властвовать собою. Не из страха, что Сократ накажет их или побьет, но потому, что когда они действительно считали такой образ действий самому мужу. Сократ учил их. Это интересный шаг, к которому сейчас перейдет Псенофонд, потому что это будет решающий ответ. Сократ учил их, но он не знал, чем закончится его учение. И мы снова возвращаемся к умеренности Сократа. Вы можете построить дом, но не знаете, кто будет жить в нем. Вы можете выиграть битву, но не знаете, будет ли это вам во благо или во зло. Вы можете научить своих учеников, но вы не знаете, чем закончится это обучение. Пожалуй, многие, называющие себя философами, возразят, что... Итак, решающее возражение этой главы поднимает не обвинитель, поднимает не ксенофон, поднимают некие философы. То есть, последователи Сократа. Поднимают... Какую точку зрения? Поднимают платоновскую точку зрения. Сейчас нам ксенофонд ее опишет. И мы должны задаться вопросом, не является ли это ответом ксенофонта Платону. Возразят, что никогда справедливый не может стать несправедливым. Владеющий собой нахавом. Владеющий собой нахавом, неправильно. Хюбрис это акт, insolent pride по-английски. То есть, это такая невыносимая гордость, когда вы думаете о себе больше, чем вы есть и действуете соответственно. А? Нечеславие. Нет, это не тщеславие. Это именно горделивость, невыносимая горделивость такая. То есть, смотрите, когда вы думаете, что вам все по плечу и у вас есть основания так думать. И вообще, кто научился чему-нибудь, чему можно учиться, никогда не может обратиться. Не знаю еще. Видите, это платоновский классический, классическое определение. Знание есть добродетель. Если вы достигли знания, вы добродетельны. Но аргумент ксенофонта получается следующий. Как же так получается, что очевидно Алкивиад и Критий достигли знания вместе с Сократом, а потом перестали быть добродетельными? Я держусь другого мнения об этом. Подобно тому, как работу тела не может исполнять тот, кто не развивает тело упражнением, так и работу души. Я вижу, не может исполнять тот, кто не развивает душу. Те из вас, кто знаком с Лукодимонской политеей, знают, что это камень в огородке Руси. Он не может не делать того, что нужно делать, не воздерживаться от того, от чего нужно воздерживаться. Поэтому и отцы удаляют сыновей, хотя бы они были нравными. И были умеренными. И были умеренными от людей испорченных. Они убеждены, что общение с хорошими людьми служит школой доброй нравственности. Общение с дурными ведет к ее уничтожению. Об этом свидетельствуют и поэты. Один говорит, у благородных добру ты научишься. Плохо. У добрых добру ты научишься. Это отличная игра слушания. У добрых добру ты научишься. Если же дурными будешь, то прежде своего ум ты потеряешь тогда. Другой. Добродетельный муж. То бывает хорош, а то дурим. Заметьте, что эти два замечательных отрывка, отрывка из поэтов, которые должны подтвердить слова ксенофонта. Сейчас, кстати, прочитайте следующий отрывок и мы продолжим. Да, и я согласен с ними. Этого достаточно. Итак, три свидетеля. Три свидетеля того, что хорошие люди могут становиться плохими, если они перестают упражняться в добродетели. Два поэта, один из которых Симонид, второй отрывок из Симонида, и сам ксенофонт. Почему ксенофонт против философов приводит слова поэтов и свои собственные? Это не просто философы, это точка зрения Платона. Почему ксенофонт приводит против Платона поэзию? Хорошее замечание. Оба хороших замечания. Если коротко, потому что естественным врагом философии является поэзия. И там, где вы опровергаете философскую точку зрения, там вы должны опровергать ее поэтически. Если вы не можете опровергнуть ее самостоятельно. Затем ксенофонт переходит к собственной точке зрения. Да и я согласен с ними. Я согласен с ними, как не повторяя стихов, забывая шифт. Так вижу я и слова учителей забываются по внимательным отношениям к ним. Это удар Платону под дых. Платон говорит, достиг знания, достиг добродетели. Ксенофон говорит, да, но иногда бывает, знания забываются. Вот вчера ты еще помнил, что не надо убивать старушек в метро, а сегодня уже как-то позабыл. Когда забудешь наставления, забудешь и те впечатления, при которых душа стремилась к настрому совершенству. Добродетели. Добродетели. А забывшие их, не бодрено забыть и о добродетельном совершенстве. О добродетели. О добродетели. Я вижу также, что люди, погрузившиеся в пьянство и подавшиеся увлечением любви, уже не могут заботиться о том, что нужно делать и воздерживаться от того, что не нужно делать. И мы останавливаемся и возвращаемся к тому, что я только что удалил. И мы возвращаемся вот сюда. Люди, подверженные пьянству, не могут удерживать добродетель. Чего не хватает в воздержанности Сократа? Вина. Поэтому Сократ не умерен в вине, не воздержан в вине. Однако он остается добродетельным. Так Ксенофонт указывает нам на следующую проблему, более глубокую. Вы должны прочесть тот же отрывок, но добавить вместо люди. Я вижу также, что люди, но только теперь это не все люди. Я вижу также, что не все люди, погрузившиеся в пьянство и подавшиеся увлечением любви, уже не могут заботиться о том, что нужно делать и воздерживаться от того, что не нужно делать. Да. И таким образом мы возвращаемся к решающему вопросу. К вопросу, с которого мы по большому счету и начали. Есть ли какая-то естественная составляющая в положении человека? Очевидно, что Ксенофонт считает, что она есть. Некоторые люди, погружаясь в пьянство, не теряют добродетели. Некоторые люди, забывая знания, не теряют добродетели, а другие теряют. Но Ксенофонт не может защищать эту точку зрения открыто по понятным причинам. Поэтому он лишь указывает на нее, указывая на воздержанность Сократа и отсутствие в ней вина. Многие, которые могли беречь деньги, пока не были влюблены и влюбившись, уже не могут беречь их. А если тратить деньги, уже не избегая таких способов наживы, которых прежде избегали, считая их позорными. Так что же невозможного в том, что человек преднравственный, потом становится добродетельным, потом становится недобродетельным и мог раньше поступать справедливо, а потом не может. Ввиду этого, мне кажется, что все хорошие благородные навыки можно разлить себе упражнением, особенно нравственностью. Ну, здесь умеренность уже. Вожделение, насаждаемое в одном и том же теле с душой, склоняет ее не быть нравственной. Умеренной. Да, умеренной. А поскорее угождать им к телу. Умеренность, говорит нам Ксенофонт, исходит из страданий. Как только забываются страдания, забывается умеренность. В этом смысле быть умеренным, значит сначала быть безумным, страдать манией. Сначала вы страдаете манией, это причиняет вам боль, и вы познаете умеренность в побеге от мании. Когда вы добираетесь до умеренности, вы перестаете страдать, перестаете помнить о страданиях и возвращаетесь в манию. Какой пример? Вы держите себя на диете. Диета – это все. Диета – это главное. Никаких пирожных. Потом ломаетесь, забегаете в булочную, набиваете рот пирожными и начинаете насиловать себя. Как так можно было поступить? Это отвратительно. Меня тошнит от тебя. И снова становитесь умеренными. Пока не забываете об этом страдании и снова запихиваете в рот пирожные. Испытываете страдания и снова становитесь умеренными. Кто не испытывал этого круга, среди вас, я думаю, таких нет. По крайней мере, я испытываю его постоянно. Умеренность может стать манией в том плане, что он постоянно поддерживает эту штуку. Нет. Мания – это всегда как раз экстрим. Нет. Но если человек постоянно до экстремальных… Вы можете сказать так, но тогда это будет Сократ. Потому что как раз его ученики, отходя от него, забывали об умеренности. Но Сократ не забывал о ней никогда. Опять же. Да? Не совсем так. Так вот, пока Крит и Алкевиад находились в общении с Сократом. Это очень важное понятие с точки зрения классической политической философии. Сюн-эсте. Быть вместе, буквально. Быть вместе первоначально означало, естественно, соитие. И только потом быть вместе стало лекцией. Собственно, быть вместе с мужчиной превратилось в быть вместе с учителем. Зачем я об этом говорю? Не для того, чтобы пошутить и сделать вам интересно. Не только для этого. А для того, чтобы вы поняли, что Крит и Алкевиад принадлежали к ближнему кругу Сократа. Это были не просто ученики. Это были люди, с которыми он проводил время вместе. Но если вы читали Пирк Платона, вы знаете, что это было за время вместе с Алкевиадом. Они могли благодаря союза с ним одолевать низменные страсти. Когда же они оставили его, то Крит и бежал к Фессарию. И там вращался в обществе людей, склонных скорее к беззаконию, чем к справедливости. Алкевиад, которого из-за его красоты ловили в своей сети многие женщины из-за высшего общества, а вследствие его влияния в родном городе и у союзников многие именитые люди портили угодливостью, который пользовался уважением народа и легко достиг первенства. Перестал наблюдать за собой, подобным тому, как атлеты, легко достигшие первенства на гимнастических состязаниях. Монкируют упражнениями. При таких обстоятельствах, обеличаясь родом, превозносясь богатством, современным влиянием, испорченными родами лицами, и сверх всего это давно уже оставив Сократа, что мудрено, что они стали бюджеткомерными. Заметьте, успешный из двух учеников только Алкевиад, заметьте описание Крития, он сбежал в Фессалию, и там с ним что-то сделали, и он стал несправедливым. В то время как Алкевиад был успешным, был успешным, был успешным, и поэтому он стал в итоге несправедливым. То есть оба варианта развития событий, неудача и невероятный успех, могут привести к неумеренности. И после этого за ошибки, сделанные ими, обвинитель считает ответственным Сократа. А что Сократ сделал их нравственными людьми, когда они были молоды, и когда человеку особенно свойственно безрассудство и невоздержанность? За это Сократ, по мнению обвинителя, не заслуживает никакой похвалы. Нет, в других случаях судят не так. Какой, например, политист, какой кефарист, какой вообще учитель, сделавший своих учеников хорошими специалистами, может нести ответственность, если они, перейдя к другим учителям, окажутся хуже. Если чей-нибудь сын, находясь в общении с кем-то, ведет себя нравственно, а потом, подружившись с кем-либо другим, станет негодяем, то какой отец винил за это прежнего знакомого? Не хвалит ли он, напротив первого, тем больше, чем хуже сына его окажется под влиянием второго? Это решающий для нас вопрос, заключающийся в том, пошли ли после Сократа Критий и Алкивиад кому-нибудь в ученики. И если ответ нет, тогда мы не можем винить в возвращении Крития и Алкивиада никого, кроме Сократа. Нет, сами отцы, хотя сыновья находятся при них, не несут ответственности за ошибки детей, если только они сами ведут жизнь нравственную, добродетельную. Справедливость требует так судить. И Алсократий, если бы он сам поступал дурным, то было бы основание считать его негодным человеком. А если он всегда вел жизнь нравственную, добродетельную, то разве справедливо, что он нес ответственность за поруки, которых у него не было? Даже если он сам не делал ничего дурного, но одобряя их скверное поведение, то в таком случае он может заслуживать упрека. Да, заметьте, что теперь это просто безличное предложение. Это не обвинитель, ни ксенофонд, ни философы, никто. Это новое возражение, которое не озвучено никем. И заметьте разделение. Теперь речь пойдет только о Критии. Заметив, что Критий влюблен в Эфидема, и соблазняет его, чтобы быть с ним в таких отношениях, в каких находятся люди, пользующиеся телом для любовных наслаждений, Сократ старался отвратить его от этой страсти. Итак, у нас есть пример того, как Сократ пытается отвратить человека от невоздержанности в сексе. Он указывал, как унизительно и недостойно благородного человека, подобно нищему, выпрошивать милостыню своего любимца, которому он хочет казаться дорогим, моля и прося у него подарка, да еще совсем нехорошего. И здесь же будет показана стратегия Сократа. Ну, так как Критий не внимал таким увещеванием и не отставал от своей страсти, то, говорят Сократ, присутствие многих лиц... Сначала Сократ говорит один на один с Критием, потом, когда он не слышит, Сократ задает вопрос публично. Сократ, присутствие многих лиц, в том числе и Евфидема... Заметьте, Евфидем есть в этих многих лицах, но нет Крития. Сказал, что у Крития, как ему кажется, есть свинская наклонность. Ему хочется тереться от Евфидема. Как поросята трутся о камне. С этого времени стал ненавидеть Сократа Критий, будучи членом коллегии 30-ти, и попав в законодательную комиссию с Хариклом. Он припомнил эту Сократу. Припомнил. Припомнил эту Сократу. Это, собственно, тут название работы. Значит, что это за обвинение, которое публика бросает огульно философам? Две вещи. Нечестие и превращение слабой речи в сильную. Если вы читали «Облака», и если вы читали апологию Сократа у Платона, вы знаете, что это за обвинение. Превращение слабой речи в сильную. Как это называется одним словом? Риторика. Сократ учил риторики. Ну, это софистика, вы правы, потому что софисты занимались этим. В учении Сократа вдруг обнаруживается политическое учение, а помимо политического учения обнаруживается еще и риторика. И Критий пытается Сократа остановить. Заметьте, Критий и некий Харикул. События показали это. Когда 30 массу граждан казнили самых выдающихся, и многих подстрекали противозаконным действием, Сократа даже сказал. Однажды в среде молодежи сказал. Странно было бы, мне кажется, если бы человек, ставший пастухом стада коров, и уменьшающий слой качества коров, не признавал себя плохим пастухом. Но еще страннее, что человек, ставший правителем государства, уменьшающий слой качества граждан, не стыдится этого и не считает себя плохим правителем государства. Да, остановитесь. Итак, у Сократа простая претензия к тирании 30-ти, сформулированная следующим образом. Нормальный пастух умножает качество и количество вверенных ему голов скота. Ну, вы понимаете саму постановку вопроса, да? Она немножко увезительная для голов скота. Так вот, плохой пастух о тирании 30-ти убивает граждан Афин, плохой пастух сокращает популяцию и качество голов своего скота. Мы ставим простой вопрос. А зачем пастух оберегает скот? Какова ультимативная цель? Создание стада. Забит. Эта метафора показывает одну простую вещь. И я отсылаю вас, естественно, к государству, к первой книге, где эту точку зрения высказывает Фасимах, второй мужчина с профессией в тамошней беседе. Если целью пастуха является, собственно, хорошая еда, забитие скота и его употребление, понятно, что пастух заинтересован в том, чтобы скота было как можно больше и он был как можно лучше, мессистия, в этом смысле действительно Сократ прав, в члене 30-ти плохие пастухи, но Сократ никак не отказывается от финальной цели политики. Сократ не опровергает ее. Когда третью хорикулу донесли об этом, они призвали Сократа, показывая ему закон и запретили разговаривать с молодыми людьми. Сократ спросил их, можно ли предложить им вопрос по поводу того, что ему непонятно в этом объявлении. Они отвечали, что можно. И сейчас пошла диалектика. Итак, ну, то есть разговоры. Итак, риторика Сократа, риторическое учение Сократа заключается не, собственно, в учении. Риторическое учение Сократа заключается в разговоре, в диалектике. Заметьте, что Сократ выступает сейчас, выступит против закона, который принял хорикул и критий. Таким образом, Сократ выступит против закона в политическом режиме. Не совсем так. Вы помните, что Ксенофонд не мог ответить на это обвинение по одной простой причине. Сократ остановил убийство стратегов. Если вы вспомните апологию, а затем вспомните Критона, Сократ в Критоне прямо говорит, что он готов подчиняться всем законам, кроме одного. Если государство запретит философствовать, он не будет подчиняться этому закону. Хорошо сказал Сократ. Я готов повиноваться законам. Итак, Сократ готов повиноваться законам. И казалось бы, хорошо, значит получается, что у Сократа никаких проблем с законом нет. На самом деле проблемы есть. Но чтобы незаметно для себя по невидению не нарушить чем-нибудь закон, я хочу получить от вас точное указание. Сократ не опровергает закон. Сократ говорит, закон имеет дырки. Закон не точен. Давайте уточним. Вот о чем, почему вы приказываете воздерживаться от искусства слова. Потому ли, что оно, по вашему мнению, помогает говорить правильно или неправильно. Если говорить правильно, то очевидно пришлось бы воздерживаться говорить правильно. Если же говорить неправильно, то очевидно надо стараться говорить правильно. Ну, в любом случае, надо говорить правильно, да? Харико рассердился и сказал... Заметьте, что Сократу отвечает не Критий. Когда Сократ, ты этого не знаешь, то мы объявляем тебе вот что. Для тебя более понятное, что с молодыми людьми ты вовсе не разговаривал. То есть, всё, когда Сократ говорит, поясните, пожалуйста, за закон, ему отвечает, всё очень просто, мы усилим закон и запретим тебе разговаривать с молодыми людьми. На это Сократ сказал. Так, чтобы не было сомнений, определите мне, до скольких лет должно считать людей молодыми. У Сократа нет проблем с законом, есть проблемы с дырками. Харико отвечал, до тех пор, пока им не дозволяется быть членами совета, как людям ещё неразумным, и ты не разговариваешь с людьми, моложе 30 лет. Сократ не против, но есть дырки. И когда я покупаю что-нибудь, спросил Сократ, если продаёт человек, моложе 30 лет. Тоже не надо спрашивать, а сколько он продаёт. В подобных вещах можно, отвечал Харико, но ты, Сократ, по большей части спрашиваешь о том, что знаешь. Так вот, об этом не спрашивай. У Сократа нет проблем, но есть дырки. Так и не должен я отвечать, сказал Сократ, если меня спросит молодой человек о чём-нибудь неизвестном, например, где живёт Харико или находится Критий. В подобных вещах можно, отвечал Харико. Да, всё, Харико убит диалектикой, поэтому вперёд выступает Критий. Тут Критий сказал, нет, тебе придётся, Сократ, отказаться от этих сапожников, плотников, кузнецов. Я напоминаю вам, если вы заметили, плотники уже были ранее, и плотники будут в экономике. Думаю, они совсем уж истрепались от того, что вечно они у тебя на языке. Значит, отвечал Сократ, и от того, что следует за ними, от справедливости, благочестия и всего подобного. То есть, Критий говорит, что ты должен воздерживаться от публичного задавания философских вопросов. Так, и мы с девцем, сказал Харико. И от пастухов, а то смотри, как бы я тебе не уменьшить число коров. Тут-то и стало ясно, что им сообщили рассуждение о коровах, и что они сердились за него на Сократе. Итак, заметьте, Сократ не против закона Крития. Сократ показывает Критию, что закон нерационален, что он не работает. Полис выступает против философа и философии, но он не может остановить философа и философию, потому что не является философским. Если бы философ желал остановить философа с помощью закона, у него бы это получилось. Но у Полиса не получается. Город не способен это сделать. Следующее замечание. Харико выходит из себя и кричит, Критии нет. И в этом смысле Крития остается учеником Сократа. Мы должны были бы посмотреть на то, что говорит, как связаны Сократ и Критий. Я должен отослать вас к Хармиду, естественно, и как к флатоновскому диалогу, так и к Хармиду, с которым Сократ будет говорить здесь. Итак, какого рода было знакомство Крития с Сократом? В каких отношениях они были с друг другом? Сейчас сказано. Да, смотрите, в каких отношениях. Они прекрасно друг друга понимали. Но я утверждаю, что никто не может ничему научиться у человека, который не нравится. О Критии и Алкевиаде время пока были в общении с Сократом. Смотрите, закончилась беседа о Критии, начинается беседа о них обоих вместе, а потом, естественно, будет Алкевиад. Были в общении с ним не потому, чтобы он им нравился, а потому, что они с самого начала поставили себе цель стоять во главе государства. Чсенофонд напоминает нам, что честолюбие, стремление к прекрасному или к благородному связано с политикой. Еще когда они были с Сократом, они ни с кем так охотно не стремились беседовать, как с выдающимися государственными деятелями. Так, говорит Алкевиад, когда ему не было еще 20 лет, вел такую беседу о законах с опеканом своим Периклом, стоявшим тогда во главе государства. Скажи мне, Перикл, начал Алкевиад, могли бы ты объяснить мне, что такое закон? Остановитесь. Вопрос, что такое закон? Это философский вопрос? Как это нет? Что такое справедливость? Что такое государство? Кто такой политик? Что такое закон? И этот вопрос поднимает не Сократ. Этот вопрос поднимает его молодой, амбициозный ученик Алкевиад. Единственный философский вопрос в этой книге поднимает не Сократ. Строго философский вопрос. Если мы посмотрим на Платона, на творчество Платона, мы увидим, что нет такого диалога, в котором бы Сократ задавался вопросом, что такое закон. Есть диалог Минос, где Сократ задается этим вопросом, но он не считается платоновским. Конечно, отвечал Перикол. Сейчас мы увидим, почему философия подрывает основание полиса. Так объяснили ради богов, сказал Алкевиад. Когда я слышу похвалы некоторым за их уважение к закону, я думаю, что такую похвалу едва ли имеет право получить тот, кто не знает, что такое закон. Итак, кого хвалят за уважение к законам? Естественно, Перикла, гражданина номер один. И Алкевиад нападает на Перикла. Собственно, у нас, смотрите, интереснейший пример. Когда ксенофонд говорит о Критии, он не приводит пример развращенности Крития. Когда ксенофонд говорит об Алкевиаде, он приводит пример развращенности Алкевиада. Алкевиад нападает на своего отца. Перикл не его родной отец, Перикл опекун, потому что его родной отец умер. А можно? Вы говорите, что в потомских диалогах Сократ никогда не задавался вопросом, что такое такое. А сейчас в Уксенофонте ученик Алкивиад задается этим вопросом. Это показывает, что Алкивиад превзошел своего учительства? Нет, не совсем так. Это показывает амбициозность и наглость Алкивиада. Никогда мы не увидим, как Сократ задается строго философскими вопросами. Поэтому мы всегда задаемся вопросом, если перед нами философская деятельность Сократа, философия Сократа, изложенная ксенофонтом. В этой философии Сократа нет строго философских вопросов. Как так получается, что философская деятельность не заключается в задавании философских вопросов? Следующий момент. Этот философский вопрос, единственный в этой книге, задает Алкивиад. Почему его не задает Сократ? По той же причине, мы предполагаем, по крайней мере, что ровно по той же причине, по которой ксенофон никогда не изображает и никто никогда не изображает диалога Сократа и Платона. Это настолько амбициозная задача, показать, как Сократ рассуждает на тему, что такое закон, настолько же, как попытаться показать, как Сократ и Платон беседуют вместе. Нет такого дурака, который бы захотел, имел бы такие амбиции, чтобы попытаться написать беседу Сократа и Платона. Вместо Сократа выступает суррогат, который является, если хотите, в платоновских терминах, отражением учения Сократа. Мы никогда не знаем, что Сократ сказал Алкивиаду на эту тему в своем политическом учении. Мы лишь видим, как Алкивиад реагирует. Алкивиад реагирует, нападая на политический режим, нападая на собственного отца. Ну или в данном случае субститут отца Перикол. А ты хочешь узнать, Алкивиад, что такое закон, отвечал Перикол? Твое желание совсем нетрудно исполнить. Закон – это все то, что народ в собрании примет и напишет с указанием, что следует делать и чего не следует. Итак, вместо того, чтобы ответить на вопрос, что такое закон, Перикол совершает классическую ошибку собеседников Сократа. Он приводит пример закона. Почему? Потому что речь идет не о законе как таковом, а о законе в Афинах. Афинский закон – это все, что примет народ. Но это не закон просто. И Алкивиад, естественно, ловит его. Какой же мыслью народ при этом руководствуется? Хорошее следует делать или дурное? Мы зашли на интересный момент, и я не могу о нем не сказать, потому что это, на мой взгляд, очень примечательно. Когда мы изучаем философию Платона и Ксенофонта, мы пытаемся ответить в первую очередь на вопрос, что такое философия или кто такой философ. Естественно, потому что это наш центральный вопрос. Когда мы видим, как Сократ задается философскими вопросами, что такое, то есть что есть, что есть мудрость, что есть мужество, что есть справедливость. Часто мы видим, как его собеседник, это касается и Евтифрона, это касается и Алкивиада в Алкивиадах, это касается и Протогора, это касается и Перикла здесь и сейчас. Так вот, часто собеседник на философский вопрос отвечает примером. И Сократ, и Алкивиад никогда не довольны. И Сократ у Платона, и Алкивиад у Ксенофонта никогда не довольны, когда на философский вопрос отвечают примером. Пример не есть ответ. Однако, если мы возвращаемся к нашему философскому вопросу, что есть в философии? Мы видим, что и Платон, и Ксенофонт отвечают нам на него только примером, примером жизни самого Сократа. Что такое философия? Посмотрите на Сократа. Вот он философ. Таким образом, их ответ с их же точки зрения всегда является неудовлетворительным, всегда является плохим, всегда является испорченным. Чтобы сделать из испорченного ответа неиспорченный, мы должны приложить огромное усилие. Какой же мыслью народ при этом руководствуется? Хорошее следует делать или дурное? Хорошее, клянусь Зевсом, мой мальчик, отвечал Периколом. Конечно, не дурное. До этого Зевсом клялся здесь только один человек, обвинитель. А если не народ? Ну, как бывает в олигархиях, и многие соберутся, напишут, что следует делать. Алкивиад не нападает на Перикола, как обычно Сократ нападает на тех, кто отвечает примером. Что ты мне говоришь, пример, давай-ка лучше, Евтифрон лучший пример этого примера. Так вот, Алкивиад действует умнее. Он пытается вывести, диалектически вывести Перикола на нужный ответ. Как это называется? Маэфтика. И это второй метод Сократа после диалектики. То есть Алкивиад овладел не только диалектикой, но и маэфтикой. Сейчас мы увидим, овладел ли он иронией, и все методы Сократа будут закрыты. А все, он отвечал Перикол, что напишет властвующий государственный класс, обсудив, что следует делать, называется закон. Перикол выражает точку зрения, против которой классическая политическая философия будет воевать. Эта точка зрения называется легальный позитивизм. Все, что принято как закон, является законом. Все, что считается законом, является законом. Почему Сократа не может удовлетворить этот ответ? Ну и Алкивиада в этом вопросе. Все очень просто, потому что то, что принимается народом, не может быть знанием по определению. Если все, что мы примем, считается законом, тогда любое мнение может быть законом. Если философия является поиском знания, знание противопоставленного мнению, закон всегда является неудовлетворительным. Закон всегда является проявлением мнения. И тут мы видим еще одну линию напряжения между философией и городом. Город всегда является легально позитивистским. Философия не является легально позитивистской. Какой выход из этого лабиринта, из этого тупика город может предложить? Если законы не от людей? Откуда они? Да, но эта линия уже тоже закрыта. Да, для философии она тоже не подходит. Так если и тиран, властвующем государстве, напишет гражданам, что следует делать, и это закон? Да, отвечал Перикл, все, что напишет тиран, пока власть в его руках, и это называется законом. Итак, смотрите, Алкиви отберет и для Перикла приравнивает тиранию и демократию. Демократия ничем не отличается от тирании. Если закон – это результат позитивного решения, тогда абсолютно не важно, кто это решение принимает, позитивного решения власти. Но тогда между режимами нет никакой разницы. Демократия ничем не отличается от тирании. А насилие и беззаконие, спросил Лукиви, это что такое Периклу? Не то ли, когда сильный заставляет слабого неубеждения насилы делать, что ему задумывается? Мне кажется, да, сказал Перикл. Значит, и все, что тиран пишет неубеждением насилы, заставляя граждан делать, есть беззаконие? Мне кажется, да, отвечает Перикл. Я беру назад свои слова. Все, что пишет тиран, неубедивший граждан, есть закон. Заметьте, что очевидно, Перикл не знает, что такое закон. Вспомните первое предложение Алкивиада. Как может быть славен за законом, послушая тот, кто не знает, что такое закон? А все то, что пишет меньшинство, неубедивший большинство, но пользуясь своей властью, должны ли мы это называть насилием или не должны? Мне кажется, отвечал Перикл, все, что кто-нибудь заставляет кого-нибудь делать, неубедивший все равно, пишет он это или нет, будет скорее насилие, чем закон. Значит, и то, что пишет весь народ, пользуясь своей властью, несостоятельными, а неубедивший их, будет скорее насилие, чем закон? Да, у Кевиатска, отвечал Перикл, и мы в твои годы мастера были на такие штуки. Мы заняты были этим, придумывали такие же штуки, которыми, по-видимому, заняты Перикл. Да, Перикл сдается и проваливается, ему нечего ответить. Но ему и не может быть ничего ответить, потому что он выбрал свою позицию очень четко, как легального позитивиста. Легальный позитивизм невозможен до тех пор, пока невозможно непринужденное согласие. Универсальное непринужденное согласие. Я напоминаю вам универсальное принужденное согласие, то есть Гоббса. Так как это согласие невозможно, любой режим является тираническим, потому что, так или иначе, часть соглашающихся вынуждены согласиться, а не готовы согласиться. Есть ли вариант достичь универсального согласия без насилия? Каким образом? Как говорили, Сократ мог убедить кого угодно, но он не мог убеждать толпы. Это важное будет замечание для нас. Да, если он, но все-таки приходил, не забегать, помните, лишь иногда. Смотрите, откуда может взяться универсальное согласие? Если быть простым, универсальное согласие может взяться из незнания. Иными словами, когда мы все... Откуда может взяться легальный позитивизм? Когда мы все, как участники общества, признаем, что знание невозможно, и что мы можем только договориться о конкретном мнении, то есть о конкретном решении. Но если знание возможно, легальный позитивизм невозможно. Если знание возможно, демократия невозможна. В смысле демократия, как всеобщее согласие по поводу того, что есть закон. Более того, оно не просто невозможно, оно еще и не нужно. Таким образом, если знание о человеческом возможно, город невозможен, город не нужен. Именно как универсальное согласие. Ответом на знание в политике является только одно. Тирания. Власть царей-философов. Мы получаем два варианта тирании. Тирании большинства и тирании царей-философов. В любом случае, город это тирания. Почему первая тирания невозможна, тирания царей-философов, вы можете узнать, если вы ознакомитесь с государством. Таким образом, у нас получается очень простой вывод. Город, заключающийся в том, что город всегда будет тиранией по отношению к знанию. Так как город не может быть тиранией знания. Мы снова видим линию разлома между философией и городом. Снова видим серьезную проблему, которая обозначает для нас алкевиат, задающий философский вопрос, и перикол, отвечающий на этот философский вопрос. Заметьте, что прошлый пример, пример того, насколько плохим человеком оказался Критий, это пример противостояния, в кавычках, пусть даже Крития и Сократа. В этот раз никакого противостояния между Сократом и алкевиатом нет. Более того, алкевиат имитирует Сократа, задавая философский вопрос, показывая нам, что и диалектикой, и маэфтикой, и иронией он владеет. Ведь он задает вопрос, на который знает ответ. Таким образом, не просто нет проблем между алкевиатом и Сократом, в отличие от Крития. Они на самом деле находятся заодно. Они на самом деле едины. Поэтому тут встает вопрос, что Сократ делал с алкевиатом? Подталкивали ли Сократ алкевиата к политике? И почему случился разлад? Если разлад случился, я напоминаю вам, что в пире, где Сократ и алкевиат беседуют в последний раз с чемвьем, демократия уже вернулась. И алкевиат вернулся. Поэтому они оба воссоединились. То есть, с точки зрения Платона, между ними тоже нет смертельного конфликта, как в случае с Крити. Заменителем алкевиата и заменителем Крити оказывается всего один человек – хормит. Самое страшное будет заключаться в том, что он, по-видимому, окажется и заменителем Платона. Заменителем. То есть, у нас нет разговора Сократа с алкевиатом. Нет разговора Сократа с Критием, в смысле, где Сократ учит Крития или побуждает Крития идти в политику. У нас нет разговора Сократа с Платоном, где Сократ учит Платона философии. У нас есть разговор с Хармидом, где Сократ побуждает Хармида идти в политику. При том, что вся остальная книга состоит из того, что Сократ отговаривает всяких людей идти в политику. Алкивиат на это сказал. Ах, если бы Берегу я был с тобой в то время, когда ты превосходил самого себя в этом мастерстве. И так, как только они заметили свое превосходство над государственными деятелями, они уже перестали подходить к Сократу. И снова Клитий и Алкивиат вместе. Он и вообще им не нравился, да к тому же, когда они подходили к нему, им было неприятно слушать его выговоры за их провинность. Заметьте, мы знаем пример, но только в случае с Критием, когда Сократ выговаривает Критию за любовь к Ефтидему. Они предались государственной деятельности, ради которой и обратились к Сократу. Ну, Критон, Хирифонт, Хирикрат, Гермоген, Симник, Ибет, Критонт и другие собеседники Сократа. И другие настоящие собеседники Сократа. Искали его в обществе не с тем, чтобы сделаться ораторами в народном собрании или суде, но чтобы быть благородными людьми и хорошо исполнять свои обязанности по отношению к семье. Заметьте, хорошие ученики или хорошие последователи Сократа – это люди, избегающие политики, избегающие прекрасного Колос. То есть, в сочетании Колосской-Агафоз есть люди, которые стремятся к Колос, прекрасному или благородному. Это те, кто уйдут в политику. И есть люди, которые стремятся к Агафоз, к благу, к добру. Это те, кто не идут в политику. Почему-то ксенофон утверждает, что подлинное учение Сократа не политическое. Таким образом, мы можем сказать, что у Сократа есть политическое учение, ниже которого находится, например, риторика и диалектика, а выше которого находится подлинное философское учение. И снова, это философское учение с вопросом «Ти есть? Что такое? Что есть справедливость? Что есть добродетель?» и так далее. Если да, то почему мы не видим этого подлинного философского учения Сократа? Хорошо исполнить свои обязанности по отношению к семье, слугам, родным, друзьям, отечеству, согражданам. Да, значит, быть благородными людьми – это чтобы быть калакагатей. Смотрите, в чем заключается калакагатия в случае этих хороших собеседников Сократа? Все они должны быть хорошими людьми, в смысле хорошими для государства. Среди этих всех людей мы не знаем практически никого. Ну вот Симе и Кибет, они всплывают в Федоне. Помните, это два пифагорейца, с которыми Сократ шутит о том, бессмертна ли душа или нет. Помните, два пифагорейца говорят, что душа смертна, а Сократ убеждает пифагорейцев, что душа бессмертна. Зато мы знаем о Херифонте кое-что, именно с политической точки зрения. Херифонт был изгнан олигархией. Помните, как его называет Аристофан в облаках? Херифонт помешанный. Это человек, страдающий манией. Херифонт был изгнан олигархией, то есть тирании 30, когда она пришла к власти, потому что он был демократом. Сам Херифонт очень сомнителен, потому что мы увидим это в 2-3, в 3 главе 2 книги, когда Сократ будет убеждать брата Херифонта, что Херифонт не последний, не дно, не самый отвратительный человек на свете. Дальше, если мы посмотрим на характеристику Херифонта, данную не Аристофаном, а, собственно, самим Платоном, то мы можем открыть Херифонт Хармит 153b, где Платон характеризует Херифонта как сумасшедшего, или Апологию 21а, где он называется неспокойным. То есть, Херифонт говорит, вот это вот подлинные, значит, подлинные товарищи Сократа. Но, судя по тому, что мы знаем из самого Херифонта, из Платона по отношению к Херифонту, мы понимаем, что это тоже не подлинные собеседники Сократа. То есть, есть уровень политических собеседников, людей, стремящихся к прекрасному. Это не настоящие ученики. Есть уровень неполитических собеседников, людей, стремящихся к благу, агатос. Это не настоящие ученики. Тоже не настоящие ученики. Есть какой-то более низкий уровень. И мы уже понимаем, что у нас есть дальние знакомцы, это полезные люди, о которых Сенофон говорил в самом начале, это, которым Сократ про демона рассказывает. Есть политические ученики, есть неполитические ученики, в кавычках, в другом случае, последователи давайте. Политические последователи, неполитические последователи. И есть кто-то еще ниже. Если мы пытаемся каким-то образом выстроить схему учения Сократа, то мы можем сказать, что... Ну, мы не можем сказать, но как вы считаете, Критон и Херифонт, они владеют диалектикой иронией? Моя. Критон точно нет. Из того, что мы знаем из Платона... То есть это не нижний, как бы, уровень. Вот диалектика или это моефтика? То есть вы хотите... Не как методология, допустим. То есть вы хотите сказать, что политические ученики стоят выше, чем неполитические? Хорошее замечание. Смотрите, мы видим, что Алкивиат овладел всеми тремя к классическим методам Сократа. Диалектика, моефтика ирония. И мы видим, мы увидим гораздо дальше, в четвертой книге, что Ксенофонт будет говорить нам о том, насколько диалектика является важной в философском исследовании. Более того, мы видим, как политический ученик Сократа-Алкивиат задается философским вопросом, используя сократические... То есть он задается сократическим вопросом, используя сократические методы. Вы можете сказать, да, что эти два... Как бы два слоя знакомцев, они переворачиваются. И действительно, более внешний слой – это Херифонт, Симий, Кибет и так далее, и так далее, и так далее. Более внутренний слой – это Алкивиат, Критий и Хармит. Пожалуйста. Никто из них не в молодости, не в пожилых годах, не делал ничего дурного, не подвергался никакому обвинению. Но Сократ говорил обвинителю... И снова мы возвращаемся к обвинителю. То есть мы сейчас в конце, если у нас хватит времени, сделаем план этой главы, как её нам рисует Ксенофонт. А времени нам, конечно, не хватит. Сделаем в другой раз, когда я буду суммировать то, что было сказано сейчас. Смотрите. Обвинитель, Ксенофонт, немые люди, философы, обвинитель. Видите, какая выстраивается определённая синусоида, или как это правильно называется, определённый пик. Вот мы должны понять, где этот пик, и этот пик и будет самым серьёзным аргументом против Сократа. А почему он здесь говорит, как бы, все они молодцы, потому что не подвергались обвинению, при этом речь идёт о Сократе, который подвергался обвинению. Ну, речь идёт, он подвергался обвинению, потому что его ученики были развращены. И часть аргумента того, что он не развращал, заключается в том, что некоторые из его учеников не развратились. Что вообще логично. Вот точно. Сократ говорил обвинителю, чел презрительно обращаться с отцами. Он внушал своим собеседникам убеждение, что он делает их умнее. Отцов я указывал, что по закону можно даже отца заключить в оковы, если доказать его умопомешательство. Это известный афинский закон, которым часто пользовались умные люди, для того, чтобы, доказав безумие отца... Ну, я знаю одного человека, который им открыто воспользовался, или попытался воспользоваться. Когда афинская экспедиция на Сицилию уходила, один очень умный мужчина понял, что она закончится крахом. Поэтому он избежался и ударился головой о стену, и заявил, что он сумасшедший. И попытался поджечь свой собственный дом. Он сделал это с одной единственной целью. Чтобы его сын унаследовал автоматически его имущество, как сумасшедшего, и не поехал в экспедицию. Итак, давайте посмотрим, что же Ксенофон говорит против этого обвинения. Это ему служило доказательством в пользу законности того, чтобы образованный человек держал в оковах необразовательства. Если знание существует, и существует, и оно доступно людям, определенно существует иерархия знания. Возвращаемся к Фидипиду и Стрипсиаду. Если иерархия знания существует, очевидно, что менее знающий должен подчиняться более знающему. Что же отвечает Ксенофон? На самом деле, Сократ был того мнения, что человек, заключающий в оковы другого за недостаток у него образования, может быть на законном основании сам заключен в оковы людьми, знающими то, чего он не знает. А Сократ соглашается с тем, что иерархия действительно существует? Вообще-то да. Ну да, да, да. Ввиду этого он часто исследовал вопросы различия между незнанием и сумасшествием. Сумасшедших, думал, он следует держать в оковах, как для их собственной пользы, так и для пользы их друзей. Я напоминаю, безумие – это мания, и мы обсуждали манию. Что касается незнающих того, что нужно знать, то справедливость требует, чтобы они учились у знающих. Да, а что делать, если они отказываются учиться? Не является ли отказ учиться признаком безумия? Не является ли нежелание подняться вверх по иерархии знания признаком мании? Если да, таких людей нужно заковывать в цепи. То есть это те самые рабы, о которых мы говорили раньше. Нам остается понять, есть ли такие люди, которые по природе своей, ну по своему сложению не могут учиться. Четвертая книга начнется с деления всех людей на способных и неспособных. А также на тех, кто желает приобрести знания, и на тех, кто не желает. Таким образом, неспособные – это дулос. Те, кто способны, но не желают приобрести знания – это андроподы. И те, и другие рабы, и тех, и других надо заключать в цепи. Ксенофонд не отрицает этого обвинения со стороны обвинителя. Очевидно, если он задается решающими вопросами о человеческом. А если он говорит о том, что он ничего не знает, это поставить университет? Не у ксенофонта. Хорошо, давайте дальше. Но Сократ говорил обвинить Эльминов. Внушал своим собеседникам неуважение не только к отцам, но и к другим родственникам. Да, значит, остановитесь. Два обвинения, сложенные вместе, почему-то разведены здесь. Обвинитель говорит, что Сократ не внушает уважение к отцам. Внушает неуважение к отцам. А потом ксенофонд отдельно говорит. Обвинитель говорит, что Сократ внушает неуважение к другим родственникам. Отцы отдельно от других родственников. Если вы посмотрите на одну единственную главу, где Сократ внушает уважение к родственникам, это будет его собственный сын. И внушать он уважение будет по отношению к кому, если кто читал? К матери. Сократ... Да, к брату он тоже будет внушать уважение. Вы правы. Сократ никогда не внушал уважение по отношению к отцам, к матерям и братьям, то есть к родственникам. Да, к отцам нет. Когда вы откроете защиту Сократа на суде, Сократ открыто скажет, что он внушал уважение ко всем. Но это будет часть безумия, о котором Ксенофон будет говорить с самого начала в защите Сократа на суде. То есть то, что говорит Ксенофон в защите Сократа на суде, отлично отражается тем, что он говорит здесь. Показывая нам, что Сократ опровергал отцовский авторитет, но не авторитет родственников. А почему он опровергал? Это часть развращения, о котором мы говорим. Отцовский авторитет – это отцовский порядок. И в широком смысле, в самом широком смысле, политический порядок. Мы поговорим об этом чуть подробнее. Это страна отцов. Смотрите, отечество – это страна отцов. И раз уж мы немного заговорили об этом, когда мы дойдем до главы рассказ Продика о Геракле, мы увидим, что у подлинно свободного не может быть отечество. И когда мы посмотрим на то, чему ученик Сократа учит других в вопросе о патриотизме, мы поймем это гораздо более точнее. Помните ли вы момент, когда ученик Сократа учит других о том, что такое патриотизм? В истории Фукидида Алкивиад объясняет спартанцам, почему Алкивиад не предатель, а патриот. И тогда в этой своей речи Алкивиад выдвигает невероятную вещь. И в этом проявляется Сократизм Алкивиада у Фукидида. Алкивиад говорит, что подлинный патриот – это не тот, кто воюет за страну отцов. Подлинный патриот – это тот, кто воюет за страну детей. Он говорит, я собираюсь сбросить демократию и установить у себя в Афинах настоящий режим. Это и есть акт патриотизма. Отечество – не страна отцов. Отечество – страна от детей. И в этом плане Алкивиад, наученный Сократом, не патриот в классическом смысле этого слова. И в этом плане Сократ, отвергающий отцовский авторитет, отвергает патриотизм. Ну, очевидно, потому что два его великих ученика, Крития Алкивиад, это оба предатели. В смысле, один убил режим, а второй хотел убить тот режим, который восстал после убийства в первый раз. А патриот – это же патер? Да, отец. Это русское отечество. Он оказывал, что при болезни или судебном процессе помогают не родственники, но в первом случае врачи, а во втором – ловкие защитники. Да, вспомните начало Протагора, где Гиппократ бежит к Сократу и говорит, я хочу учиться и Протагора, а Сократ говорит, а ты с отцом посоветовался, с родственниками и друзьями поговорил на эту тему. К словам обвинителя, также и о друзьях Сократ говорил, что нет никакой пользы от их расположения, если они не будут в состоянии оказывать помощь. Только те говорил, будто бы он заслуживает уважения, которые знают то, что нужно знать, и умеют это выразить словами. Таким образом, он будто бы внушал молодым людям убеждение, что он сам умнее всех и способнее сделать и других умными. И через это приводил их в такое настроение, чтобы в глазах все другие не имели никакой цены в сравнении с ним. И лишающий момент. Да, я знаю, он выражался так об отцах, и других родственниках, и о друзьях. Мало этого, он говорил еще о том, что по исходу души, в которой только и происходит процесс мышления, тело самого близкого человека поскорее выносит и скрывает под землей. И Ксенофонд не отвергает этих обвинений. Он отвергает обвинения о неуважении к родственникам в книге делом, но не здесь словом. Здесь он совсем согласен. Против этих двух обвинений ему сказать нечего, сократ подрывает отцовский авторитет. Даже и при жизни, говорил он всякий, хоть и любит себя более всего от своего собственного тела, сам отнимается ненужно и бесполезно, и другому предоставляет это делать. Так, например, люди сами у себя обрезывают ногти, волосы, мозоли, и врачам предоставляют отрезать и отжигать дальние части со страданием и болью, да еще считают себя обязанным за это платить. Им гонорар слюну выглевывает изо рта как можно дальше, потому что, оставаясь во рту, пользы она не приносит им никакой, а гораздо скорее приносит вред. Да, это он говорил, но не в том смысле, что отца надо зарыть живым, а себя разрезать на куски, но доказывая, что все неразумно и не заслуживает уважения. Он ушел каждому стремление быть как можно более разумным и полезным, чтобы тот, кто захочет пользоваться уважением отца, брата или кого другого, не всегда сложил руки. Помните, что полезные – это дальние знакомцы, и Сократ всю книгу будет делать людей полезными. Полагаясь на свое родство, осталось быть полезным тем, от кого хочет заслужить уважение. Итак, уважение является результатом полезности, а не родства. И вообще родство является неразумным. Почему? Потому что оно случайно. В этом смысле Сократ действительно опровергает отцовский авторитет. Все случайно и неразумно, и потому уважение к отцу не может быть разумным. Все неразумное не может существовать, с ним надо покончить. Говорил про него обвинитель Ищито. Штойн из самых знаменитых поэтов выбирал самые безрастные места, и, приводя их в виде доказательств, внушал своим собеседникам преступные мысли и стремление к тирании. Итак, Сократ тоже использует поэзию для целей, мы должны остановиться здесь, для целей философии? Нет, обвинитель не говорит, что он использовал поэзию, чтобы отвечать на вопрос, что такое. Он говорит, что он использовал поэзию, чтобы сознательно развращать молодых людей. Если вы откроете апологию, вы увидите, как Сократ защищается от обвинений в развращении. Его последнее слово, если я и развращал, то ненамеренно, а если развращал ненамеренно, значит не могу быть судим. Вы знаете, как это смешно звучит, незнание закона не освобождает от ответственности. Знание тоже не освобождает, но это второстепенно. Но это же другое, Платон же считал поэзию безумием, а безумие как бы вырывает из цепи литокона. Ненашина, сношенщина. Но так и ксенофон должен полагать примерно то же самое. Он уже привел нам примеры того, что философия и поэзия противопоставлены друг другу. Это значит, что Сократ прибегает к поэзии не тогда, когда говорит о философии. И обвинитель согласен с ним. Не философский вопрос ведет к развращению, а некоторые поэтические тексты, вырванные из контекста, некоторые поэтические фразы, вырванные из контекста, ведут к развращению. Дело однюдь не одно, не позор, а позор лишь безделье. Это Гесео. Цитируя этот стих, он будто бы говорил, что поэзия грето не внушаться никаким делом, а не быть честным, не зазорным, но и за такие дела браться с целью наживы. На самом деле, когда Сократ в дискуссии приходил соглашение, что быть работником полезно человеку и хорошо, а быть бездельником вредно и дурно, и что работать хорошо, а бездельничать дурно, то он говорил, что люди, делающие что-нибудь хорошее, работают, и что они работники, а играющих кости или делающих что-нибудь скверное и вредное, он обзывал бездельниками. В таком понимании кажется верным изречением. Дело однюдь не одно, не позор, а позор лишь безделье. Итак, ксенофод не отрицает того, что Сократ использовал эту фразу. И более того, смотрите, обвинитель обвиняет Сократа в том, что используя эту фразу, он подталкивает своих собеседников не гнушаться ни бесчестием, ни позором. Ксенофод ничего не говорит против бесчестия и позора, он начинает говорить о хорошем и вредном, о полезном и вредном. По словам обвинителя, Сократ часто цитировал место из Гомера, о том, что Одиссей... О том, что Одиссей, и дальше цитата нас интересующая. Сократ очень часто сравнивает себя с Одиссеем. Крайне часто. Особенно в Протагории это вот прям постоянное дело. Здесь тоже Сократ сравнивает себя с Одиссеем. Почему? Потому что Одиссей это первый пример того, что в русском переводе называется многоумность или многомудрость. А по-гречески, если мне не изменяет память, полютропос. Многоходовость. О чем же идет речь? Если царяги встречал или воина знатного рода, остав перед ним, он его останавливал короткой речью. Он многочтимый, тебе не пристало дрожать. Лучше на место садись и других садись средь народа. Если ж кричавшего громко, он, может, встречал из народа. Скиптором его ударял и бронил грязной речью. Сядь злополучный... Грозный только. Да, да, грозный. Сядь злополучный, недвижный, слушай, что скажут тебе другие. Те, кто мудрее тебя, ты же негоден к войне и бессилен. Никогда ни во что не считался в бою, ни в совете. Одиссей является двуязычным, потому что он подходит к благородным людям с одними словами. К безродным он подходит с другими словами. Мы знаем из Платона, что философ никогда не говорит двум разным людям одного и того же. Ксенофон согласен с этим, приводя данную цитату. Разница между Сократом и Одиссеем заключается в том, предполагаем мы, что у Одиссея было только две целевых аудитории, а у Сократа их гораздо больше. Иными словами, то, что Сократ говорит полезным, это не то, что Сократ говорит тем, кто следует за ним. То, что Сократ говорит политическим последователям, это не то, что Сократ говорит неполитическим последователям. И то, что Сократ говорит ученикам, это не то, что Сократ говорит всем остальным. Где мы возьмем этот пример, пример подобного подхода? У Платона в ипологии, когда Сократ вдруг говорит, что он, стоя на базарной площади, всех убеждал, что существует знание, добродетель и разум. Иными словами, что добродетель – это знание, которое мы достигли с помощью разума. Если Сократ убеждал всех в этом, это значит только одно, что это учение не является подлинным философским учением Сократа, что это учение для толпы. Иными словами, что подлинное философское учение заключается в чем-то другом, а не в том, что разум ведет к знанию, а знание ведет к добродетели, или что знание равно добродетели. Эти стихи он толковал будто бы в том смысле, что поэт одобряет, когда бьют просто леденок и бедняков. Ксенофонт не объясняет, при каких условиях и почему, как в прошлый раз, Сократ цитировал эти строки. На самом деле Сократ этого не говорил. В таком случае, думал он, ему самому пришлось бы быть битым. Он говорил, что людей ни словом не делал ни приносящих пользы, ни способных помочь в случае надобности ни войску, ни государству, ни самому народу. Но особенности сверх того, они еще и наглые. Необходимо всячески обуздывать. Ну, понятно почему. Народ – это бедные. Сократ – это бедный, поэтому Сократ – это народ. Поэтому Сократ никогда не может сказать ничего против народа, потому что он бы говорил против себя. Это шутка, да, потому что речь идет не о бедных деньгами, а, очевидно, о бедных умом. Обуздывать богато они не были. Нет, против того, Сократ, как всем было известно, был другом народа и любил людей. Много было людей, усердно искавших общение с ними. Ну, любил людей – это очень хорошо. Я посмотрю в оригинал, но вот здесь точно употребляется в тексте слово, чуть дальше, может быть, филантропия. Что значит филантропия? Филантропия для греков значит не то, что вы жертвуете деньги на яйца Фаберже или там на храм или нищему подаете. Есть среди вас люди, которые любят кошек? Кошатники есть? Нет. Собачники. Есть. Вот есть кошатники, есть собачники, а есть человечники. Филантропия – это любовь к людям на том же уровне, на каком некоторые люди любят собак или кошек. То есть это искренняя заинтересованность в том, какие они милые, в смысле в их поведении. Заметьте, как это противоречит ранее сказанному. Не со всеми он щедро делился своими сокровищами. Да, он не требовал платы, но говорил только с теми, с кем хотел. Некоторые из них дорого продавали другим, то немного, что получили от него дар. Заметьте, он щедро делился своими сокровищами, но многие получали только немногое. Не были друзьями народа, подобно ему. Он не мог платить им деньги, с теми они не хотели вести беседы. Сократ был украшением родному городу во всем мире, в гораздо большей степени, чем в партилих, прославившийся этим. Лих во время гимнопедии угощал иностранцев, приезжавших к Спарту. Сократ в течение всей жизни тратя сокровища, приносил громадную пользу всем желающим, кто пользовался ее обществом. Уходил от него нравственно улучшенным. Вы видите, как ксенофон все дальше удаляется от правды. Уходил от него с улучшенным добродетелью. Давайте дочитаем. Итак, по моему мнению, Сократ при таких достоинствах заслужил скорее почета, чем смертельного приговора со гражданами. Заметьте это по моему мнению. Да если посмотреть на это дело с точки зрения закона, то придешь к тому же заключению. По закону смертная казнь назначена в наказание тому, кто улечен в воровстве, в похищении платьев, в срезовании кошельков, в прорытии стен, в продаже людей в рабство, в светотасты. А Сократ больше всех на свете был далек от таких поступлений. Но мы спрашиваем себя, разве Сократ не был обвинен по закону? В дальней период Отечества он никогда не был виновен ни в удачной войне, ни в мятеже, ни в измене, ни в другом каком бедствии. А в частной жизни он тоже никогда ни у кого не отнимал имущество, никого не повергал в несчастье, никогда он даже обвинение не навлек на себя. Ни в чем выше упомянутый. Заметьте, первоначальный смысл законов это защита граждан от граждан. И лишь потом защита государства от граждан. Так как же он может подлежать суду по этой жалобе? Вместо того, чтобы не признавать богов, как было сказано в жалобе, он почитал богов больше, чем кто-либо другой, как всем было известно. Вместо того, чтобы разращать молодежь, в чем его обвинял тот, кто возбудил судебный процесс, он своих друзей, имевших порочные страсти, отращал от них. Как всем было известно, мы с шалом стремимся к прекрасной, высокой добродетели, благодаря которой процветают и государство, и семьи. Благодаря которой люди процветают в политике и дома. То есть, снова видите двойное деление. Не политические последователи, политические последователи. При таком образе действий раздне заслужил он великого почёта у Сократа. О том, почему Сократ приговорён к смертной казни и о той мании, или вернее форме мегалегории, которую Сократ использует в защите Сократа на суде, мы поговорим, когда будем читать защиту Сократа на суде, если будет. Если у вас какие-нибудь вопросы, тогда мы закончили. Спасибо-си-вам. Спасибо вам.